Всем привет! С вами канал Артмания. И вот моя новая куртка. Купила я все-таки зимнюю, вторую. Ездила я тогда, когда мы с вами посещали Парк Победы. Вы помните, наверное. Тогда я ее купила. Решила показать попозже, когда я ее одену. У нас наступили уже холода. Я ее одела. Мне очень-очень нравится. Здесь нету меха, который вечно куда-то лезет. У меня одна куртка есть с мехом. Очень качественная, очень хорошая, очень дорогая. А вторую я хотела просто без меха, чтобы как-то по настроению одевать ее. Здесь просто самый обыкновенный капюшончик. Вот он. Ушки, конечно, мои. Которые Женька так любит их потрепать. Прямо так взять за уши. Вот она, смотрите, как красиво смотрится. Довольно модная, как сейчас вот этими вот ленточками. Еще вот есть ленточки с этими словами какими-то. Но что-то их сложно найти. А в этой куртке мне понравилось то, что есть карманы для камеры. Это очень много значит на самом деле. Вот он карман. Он узенький вот такой. То есть туда прям камера въезжает и лежит спокойно. То есть не вот как вот здесь, допустим, как у меня на той куртке были отдельно вот карманы. А вот такие карманы. У меня получалось, что я кладу ключи, закрываю это платком, чтобы ключи не поцарапали камеру. И рядом камера. Это было очень неудобно. Когда шел дождь, на камеру все это лилось. Все это, ну то, что прикрывало только чуть-чуть, это неудобно очень было. Либо там в другой карман класть. А в другом кармане у меня телефон был. Он тоже занимал, плоский занимал. Вот столько. И камеры просто, они терлись друг от дружку. Она не входила. А здесь мне понравилось то, что вот он прям входит. Он довольно такой вот широкий. То есть с камеры входит и у нее остается место в пространстве немножечко, чтобы лежать хорошо. То есть мне это нравится очень. Можно прям на улицу выходишь, сразу кладешь сюда камеру и все в порядке. И так же здесь есть вторую. То есть можно вторую камеру тоже взять. Или какие-то причиндалы для камеры, например, тоже положить сюда. То есть не в рюкзак. Там останавливаешься, достаешь из рюкзака, тратишь время. За это время все прекрасно уже улетает. То есть вообще очень классно, мне понравились. Здесь карманы довольно, ну, нормальные карманы. Их можно застегнуть. Они легко, кстати, очень застегиваются. И вот эта вот молния, она тоже очень легко ходит. Например, на той куртке, которую я купила, темно-зеленая молния, очень тяжело вот так ходит. И внизу очень тяжело застегивается. Вот этого момента я, когда покупала, не увидела. Потому что было очень холодно. Я на Кировском покупала. Мужчина меня застегивал сам. Я только успела услышать. Давайте я вас застегну, а то у вас руки замерзли. И все. И я подумала, да, действительно, у меня руки замерзли. Пускай поухаживает за мной. Пускай сам застегнет. Но, на самом деле, когда покупаете куртку, обязательно смотрите именно вот здесь. Сейчас я покажу штучки, чтобы они у вас, вот эта вот, самая основная, которая вдевается, она должна быть вот здесь вот с пластмассовой штучкой. Не тканевой, а пластмассовой. Тоненькая пластмасса, чтобы она у вас хватила надолго. Потому что там, по-моему, она тканевая вроде бы. И она уже начала потрепываться. Хотя, так, куртку стоила 6 тысяч. 500 рублей мне сделали скидку. То есть, это даже Канада. Здесь вот сбоку вот значок Канады. Я проверяла, заходила на сайт. Да, действительно, она существует. Там у них куртки стоят вот со скидкой, по-моему, 28 тысяч. 28 или 46? Или 48? Показать, не помню. Ну, дорого. Вот, то есть, это действительно Канада. Вот здесь тоже такой же кармашек. То есть, вообще, прям классная куртка. Не хватает немножко, знаете, еще вот сюда вот куда-нибудь. Какие-то вот тут вот кармашечки, чтобы руки вот так держать. Ну, вполне хватит и таких. Вот. Что там сзади? Сзади просто. Вот. Ну, и меха нету. Еще у меня шапка новая. Если честно, шапка у меня начинает уже сползать. Я начинаю в ней замерзать. Хотя, это зимняя шапка с ушками, как я и мечтала. Но, если честно, я мечтаю о ушках уже зайчьих. Чтобы они вот как-то вот так свисали. Где-нибудь заказать. Кто-нибудь, чтобы мне связал такую шапку. Я очень хочу. Чтобы она была индивидуальная. Чтобы она была необыкновенная. Лично моя. То есть, ни у кого такой нет, а у меня есть. Ну, не знаю, до чего это дойдет все. Также я сегодня, кстати, с ушником. Наушником. Так он смотрится. Привыкаю, приучаю, вернее, себя к таким наушничкам. Чтобы как-то звукоизоляции у меня получается в одном ухе нету. А в другом я все хорошо слышу. Так, ладно. Я побежала. Я побежала. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Не помню, где купила. Пятерочка, дай. И все, да. Покупки, покупки. Ну и бабы, конечно, дала. Что тут у нас? А, гречка осталась. Что, там домика не было, что ли? Так хочу творог, не могу. Решила, короче, творог покупать магазинный. Мне кажется, он надежнее. Написано, рассыпчатый. Я не знаю, на него обзора, скорее всего, не будет. Я не знаю, какой смысл. Здесь удобно открывать. Типа открываешь, а потом залепляешь. Состав. Что у нас состав? Изготовлен из молока нормализованного. Так, пастеризованного, захвастки. А, ну и все, да. Состав обычный. Так, это нам салфетки для мелкой моторики. Мы будем с Димой заниматься. У меня уже как раз есть салфетки желтые, голубые или красные. Ну, короче, голубые я покупала. Голубые. Желтые, по-моему, какие-то. И белые, да. Отнеси себе в комнату. Комнату к себе отнеси. Дима мне помогает, да. Купила две штучки по 100 рублей. 350 и 350 получается 600-700 грамм. За 200 рублей там была акция. И заодно я пофотографировала все творожки. Хочу посмотреть, какие будет подешевле. Купить, чтобы более-менее. Иногда вот так очень хочется творог. Мюсли на обзор. Какие-то новые. Ежевика, овсяные хлопья, малина якобы. Мы с вами будем проверять, есть ли там малина и ежевика. Одни мюсли мы с вами уже проверяли. Открывать не надо. Уже проверяли одни мюсли. Там оказалось очень мало сухофруктов. Да? Покажи. Покажи на мюсли. Да, смотри. Смотрите, она вот так выглядит. Да. Что там с той стороны-то? Покажешь нам? Да. Они там сыпятся. А, вот. Дай-ка. Вот они. Они есть с орехом и яблоком. Дожди. Так, кто там? Шоколадные. Но я не стала брать смысл. Нет. Банан. В прошлый раз мюсли были с бананом. Там гнилой банан был. И ореховый. Вот я ввела самые актуальные. Дима. Дима. Ты банан сегодня ел наверняка. Теперь решила мама банан кушать? Дима. Он грязный. Фух. Его мыть еще надо. А Зима руки помыл. Зачем ты мыл руки? Если банан грязный трогаешь. Грязный. Зима. Грязный банан. Не трогай его. Что там? Банан. Банан. Да. Банан. Он грязный. Мы сейчас с тобой сначала кушать будем. Да. И это тоже банан. Мы сначала кушать с тобой будем. Вот вон у нас один банан не дождался. Диму надо было его это. Один мы съели в пятницу. Дима в пятницу пошел к бабе. Один вот остался. Думала дождется. Киви нам баба дала. Здесь кукурузка наша. Вот это. Грейпфрукт. И два мандарины. У нас тут мандарины есть. Вот они тоже. Надо будет сегодня. Там баба нам дала. Что-то еще. И гранаты. Домик все устроить где? На сегодня это все наверное будет. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии обязательно. И всем пока-пока. С вами был канал Artmania. Скажи пока. Ты моя радость. Субтитры сделал DimaTorzok